Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами снова в Uniqlo. Как вы видите уже по первым кадрам, мы уже все узнаем эти вещи, эти вешалки, эти полки. Я все-таки решила сходить в Uniqlo, потому что я вам говорила, что есть новая коллекция, скоро выйдет 15 сентября Uniqlo C. Но не факт, что ее привезут в тот магазин, в который я хожу, и вообще не факт, что она будет продаваться в магазинах у нас в Канаде, потому что я убедилась, что очень часто у нас многие коллаборации и какие-то дорогие вещи из Uniqlo продаются только онлайн. Вот, кстати, я наткнулась на коллаборацию с Ines de la Friesange. Это моя любимая коллаборация с Uniqlo. Одна из моих любимых была Marimeka, и вот от Ines. Marimeka они давно не делают, с Ines они по-прежнему сотрудничают, и у нескольких сезонов ее вещей вообще не было в магазине, а были только вещи, которые продавались онлайн. Я их практически не видела. И вот тут я зашла в магазин и вот нашла целую такую вешалку с вещами от Ines. Цены, конечно, выросли. Сказать, чтобы я просто была поражена, потрясена красотой и элегантностью этих нарядов, то нет, вещи неплохие, не совсем как бы в стиле Uniqlo, вернее, в стиле Uniqlo, такие базовые, минималистичные, простые, я бы сказала, даже такие немножко такого, знаете, плана, я даже не знаю, как сказать, такого очень-очень простого вкроя фасона тканей, никаких изысков, никаких украшений, никакого такого особого дизайна. Собственно, это присуще и коллекциям от Ines de la Friesange, вот в коллабе Uniqlo, но тут уж прям-прям слишком, ну прям все такое минималистичное, что прямо вот дальше некуда. Значит, вот я юбку рассматриваю джинсовую, была одна, к сожалению, довольно маленькая, второго размера, я, конечно, в нее не врезала, поэтому я в примерочную не взяла, примерка будет попозже, я взяла вещи вот именно от Ines в примерку в этот раз, и некоторые вещи были не в размер, то есть вот некоторые вещи, которые мне понравились, вот как эта юбка, вот как эти бархатные юбки, не было размеров, тоже были очень маленькие, они есть в черном и коричневом цвете, я долго-долго искала цену, цену не нашла, они стоят 99 долларов канадских наших, не смогла я ее примерить, вот хотя она мне понравилась. Все, что осталось, я подозреваю, что все очень быстро раскупили, все, что появилось в магазине, все, что осталось, это были вещи такие вот именно база, минималистичная база, и знаете, расцветки такие, что, ну как вам сказать, я не могу определить этот стиль, такой, знаете, крестьянско-хуторский какой-то, вот, ну, не обижайтесь на меня крестьяне-хуторяне, но вот эти вот платья в цветочек, в меленький, в такой, какие-то вот такие фасоны, прям, ну совсем-совсем все очень простое, и симпатичная вот эта джинсовая платья, ой, нет, эта джинсовая куртка, я взяла ее примерять, ну, знаете что, я вам так скажу, если бы это не было коллекцией Нес де ла фризанш, я бы, наверное, даже на эти вещи внимания никакого не обратила, вот такие простые, совершенно базовые рубашки, свитера, это такой кардиган, я тоже взяла его в примерку, ну, он тоже такой бабушкин, прям бабушкин кардиган, ну, вы увидите все, и были несколько свитеров, сейчас я покажу, вот, он вообще висел один, и вот были обычные, совершенно базовые свитера, просто они были разных цветов, у него единственное из, так сказать, украшений, немножко так приподнят фонариком рукавчик, стоили они, я пропустила, наверное, вы увидели, вот они были вот такие черные, ярко-красного цвета, и какого еще, и белого, да, ничего особенного, обычные свитера, опять же, если бы это не было Нес, я бы тоже вряд ли на них обратила внимание, скорее всего, пришла бы просто мимо, вот платье, вот про что я говорю, вот такая вот расцветочка, вообще в Юникло бывают такие расцветки, они любят вот этот мелкий цветочек, ну, от НС я что-то ожидала немножко больше, стоит оно 80 долларов, немало, собственно, все платья в Юникло сейчас столько стоят, по-моему, что 70, 50, 60, 70, 80 долларов, самые вот такие обычные базовые платья, которые раньше стоили 30-40, вот сейчас они стоят столько, джинсовое платье от НС тоже за 80 долларов, тоже взяла его в примерку, оно, казалось, неплохое, за счет даже не фасона, фасоны у них у всех одинаковые, просто разные расцветки, вот такая вот клеточка, вот это, кстати, отличается немножко фасон от джинсового, но вы видите, да, и расцветка грустная, и фасончик такой монашеский какой-то, я это называю сиротский, можно еще назвать это монашеский, потом вот у нас есть, у меня есть, кстати, видео, менониты и амиши в Канаде, есть такие, такая, как бы, религиозная, ну, не секта, а течение, вот, люди, которые остались жить в 18-19 веке, и также они одеваются, соответственно, вы, наверное, видели картинки, вот эти вот платья, они прямо подойдут им, потому что они, их одежда напоминает одежду крестьян конца, конца 19, нет, начало 19-го, скорее даже, века, ну, в общем, вот такое, пояса у нее есть за 60 долларов пояс, и это кожа, пояс обычно совершенно такой, ну, предполагается, что это такой элегантный пояс, ну, пояс, ладно, ничего, и вот это то, что новое появилось в Uniqlo, в этот раз я эти вещи не примеряла, я подумала, я их примерю потом, они никуда не денутся, потому что вещи от Инессы, скорее всего, раскупят, несмотря на их такое, особо никакого в них нету, никакой особенной красоты, но у нас любят их, вот, поэтому раскупают, а это вот вещи Uniqlo дизайн, и они, конечно, останутся, коротенькие шортики, или это юбочка, или это юбка-шорты, которые я обязательно примерю вам, когда станет похолоднее, потому что они такие, знаете, теплые, прям зимние, и вот с черными непрозрачными колготами их будет неплохо надеть, и вот такие вот кардиганы тоже, это новое, то, что появилось в Uniqlo, тоже примерю, наверное, в следующий раз, и посмотрим, что там за цена, что там за состав, я уже не помню, честно говоря, по-моему, тоже 8% шерсти, то, что обычно в Uniqlo, вот их состав обычный, симпатичные, но ничего особенного, также, конечно же, появились уже пуховики, потому что дело к зиме, как мы не хотим, сентябрь, хотя у нас жара, у нас просто жара, мы, наконец-то, включили кондиционер за все лето, наверное, второй раз, вот именно в сентябре нас настигла жара, которой не было все лето, было очень холодное, ну, такое прохладное, не теплое лето, не особенно, что хорошо, я не жаловалась, но сейчас-таки наступила жара, жара-жарень, прям такой, прям как будто мы на курорте каком-то мексиканском. Что тут еще? Сумки новые вот эти вот появились, ну, сумки у них не кожаные, и, честно говоря, 40 долларов они стоят, ну, да, за не кожаную сумку так и есть, и неплохо. Такие разные фасоны, разных расцветок они, вернее, фасон оден, расцветки разные, ну, и пуховики, пуховики уже везде короткие, длинные, мы с вами, конечно, их тоже примерим. Цена, я не помню, короткие 230, может быть, так оно и стоило в прошлом году. И, о боги, очередь в примерочную, даже в Юникло у нас очереди в примерочную, вы представляете, это вообще уже ни в какие ворота, уму непостижимо. Ну, что ж, девушки, мы в примерочной, в Юникло, вы видели, к нам завезли Инессу в больших количествах, я все-все-все-все ее принесла в примерку, потому что я думаю, что через неделю я приду и уже все раскупят. У нас, если появляется какой-то коллаб, особенно вот с Инессой, то у нас его раскупают в течение буквально нескольких дней. Я думаю, что это просто так получилось, что я не попала удачно. Там были очень красивые от Инессы летовые вархатные, вернее, юбки, но они были по 100 долларов. Я не нашла цену, когда снимала, но они все были размером нулевой, двойкой, четверкой. Я в нее не влезу, а мне бы очень хотелось померить, потому что она была очень красивая. Примерять мы будем сегодня такое, знаете, мрачненькое все от Инессы, но то, что есть. Инесса что-то. Что-то стало очень грустно производить одежду или то, что нам завезли такую. Ну, в общем, короче, джинсовое платье мне прям реально понравилось. Я только не люблю такой вырез. Мне понравилась вот эта куртка джинсовая. Но давайте будем примерять, а то я без примерки говорю, что мне понравилось, потом одену. Кажется, что ничего такого в этом нету красивого. Так что давайте будем примерять и смотреть, что же у нас получится. Забыла только себя показать очень быстро. У меня платье под змею, под змею, с бантиком такое. Знаете, я только сегодня офисный планктон оделась с бантиком. И, в общем, туфли у меня такие. Кстати, им 150 лет, но я их никогда не выброшу, потому что они не выходят из моды и всегда будут в моде. Я их очень люблю, они абсолютно по всему подходят. Единственное, что каблук немножко великоват для меня. Я сейчас уже не ношу такой высокий, а носила когда-то. Сейчас уже не покупала такие каблуки, но если есть, то ношу. Все, теперь давайте примерять. Так, платьица от Инессы джинсовая. Ну и, как всегда, жить без приключений нам никак нельзя. И во время съемки начала гудеть. Вы, наверное, слышали несколько первых звуков. И я поэтому накладываю озвучку, потому что это безумный шум, ужасно невозможно вообще было снимать. И я тут вот пытаюсь объяснить, что мне придется накладывать озвучку, потому что я чуть не оглохла снимая, а вы бы оглохли слушающий. У меня жуткие-жуткие звуки, какой-то сирены противопожарной, что-то такое. В общем, короче, давайте я вам буду рассказывать то, что я примеряю. Итак, платье от Инессы джинсовое, которое мне очень понравилось, с своим фасоном. И, в принципе, джинса в моде сейчас. Не совсем такая джинса в моде, не совсем такие фасоны в моде, но, тем не менее, что-то в нем есть симпатичное. Ничего особенного, немножко очень-очень минималистичное. Вы знаете, я понимаю вот этот стиль минимализма. Но если мы посмотрим, например, минимализм из, скажем, кос, то это совсем другой минимализм. Все очень минималистичное, но такие детали и особенности одежды, кроя, каких-то мелких деталей специальных, они, в общем, как бы, вот в них кроется вся прелесть. А тут прям минимализм в чистом виде совершенно такой ничем не украшенный, не прикрашенный. Следующая вещь – это жакет вельветовый, который я принесла. Он есть вот такого терракотового цвета и есть цвета синего, темно-синего. Я решила терракотовый, чтобы немножко как-то расцвистить. А тут такие все, знаете, цвета расцветочки такие мрачные, ужасно. Значит, я его надела. Я вам потом покажу размер. И платье, и жакета. Я все пытаюсь его застегнуть и убрать вот эти вот миллионы этикеток, чтобы не портить вид. Вещи, ничего не получается. Ну, в общем, сейчас вот я уже наконец-то, по-моему, смогу все это убрать. Жакет неплохой. Вельвет такой довольно крупный и симпатичный, в общем-то, на вид. И расцветочка неплохая. Сшит хорошо, аккуратненько. Цена не помню. Потом покажу. Я вам все сниму, все этикетки, чтобы вы видели. Вот, наконец-то, я додумалась. Мне удалось это все запихнуть. Вот, застегнулся он у меня немножко с трудом. Еще и потому, что, в принципе, это платье довольно толстое, джинсовое. Поэтому, как бы, застегнулся так вплотную. Ну, видите ли, платье толстое или я толстое. В общем, мы оба с платьем не худые. Поэтому застегнулся на нас он с трудом. Значит, вот, жакет. Сделан из хлопка. Сто процентный хлопок и сам жакет и подкладка. Ой, это размер смол. Вот почему застегнулся мне с трудом. Почему-то я взяла смол, решивши, что он будет мне по размеру. Не знаю, что со мной произошло. Но, видимо, надо было медиум. Конечно, надо было медиум. Или я, как всегда... У них, знаете, бывает часто на вешалке висит один размер. А вещь, на самом деле, другого размера. Поэтому очень трудно. Иногда бывает путаница. И я, по-моему, не озвучила цену жакета. Он стоил 129 долларов. Наверное, вы видели. С этим же джинсовым платьем я примерила вот этот кардиган. Как я его назвала, бабушкин кардиган. Он и есть бабушкин кардиган. Наверное, его надо носить с какой-то другой вещью. Наверное, не с таким платьем. Может быть, не на мне и не с этим платьем. Я не знаю. Ну, в общем, он никакой вообще. Ну, то есть он симпатичный, честно. И цвет хороший. И вязка красивая. Я даже посмотрела и подумала, что, в принципе, можно самому такое связать. Кто умеет хорошо это делать. Вот, видите, вблизи. Красивая вязка. Все. Ну, что такое с ним? Я не знаю. Видимо, не так его как-то надо носить. Не знаю. Не с этой одежды. Я даже и с поясом его примерила. Как вы понимаете. Я всегда пытаюсь налепить свои пояса на что-нибудь, чтобы как-то его обэлегантить, так скажем. Чтобы не выглядел он таким бабушкиным. Я подумала, я подчеркну талию. Я подняла рукава. Я его расстегнула и завязала сверху пояс. Но все равно сказать, что мне удалось его как-то привести в какое-то состояние более элегантное, нет. Обычный такой бабушкин кардиганчик симпатичного цвета. 60 долларов он стоит. Состав я не поняла. По-моему, тоже 8% в шерсти или что-то такое. Но я не разглядела. Ну, я не думаю, что это важно. В шерсти в нем мало, даже если есть. Вот. Опять же, показываю. Видите, красивая вязка. Все с ним хорошо, но что-то с ним не так. Вот. А платье сделано из 100% катон. Там какие-то есть синтетика в подкладке. Вот. Имеется в виду подкладка. Подкладка это там, где в карманах. Знаете, не в самом платье подкладки нет. Но есть подкладочная ткань в карманах, в боках и вот сверху вот эти карманчики. Они настоящие карманы, не фейковые. Стоит оно 80 долларов. Примеряла я размер medium. И medium мне, в общем, совершенно хорош. Вполне себе такой нормальный. Я бы даже сказала, что даже чуть-чуть великовата. Но смол я бы побоялась брать. А вот это следующее платье, оно как раз размер смол. Потому что оно очень большое. Мне оно совершенно свободно, нормально. Но у него такой фасон. Прямое совершенно платье с поясом. И такие фасоны обычно у них довольно больших размеров. Я вполне могу на себя надеть смол. Ну, что вам сказать. Да, скучная расцветка. Унылая такая. Неинтересная. Ну, в клеточку платье, в клеточку. Я, кстати, примеряла у них их яникловские платья в клетку. Помните, по-моему, мои предыдущие примерки. Они там тоже были разных расцветок. Очень похожи на это. Там немножко по-другому сделан фасон. Оно более приталенное что-то. А это прям вот прямое-прямое просто с поясом. Платье и рубашка. Никаких затей. Кроме карманов никаких украшений. Пуговицы сделаны. Обтянуты такой же тканью. Вот это единственное, пожалуй, украшение. Сейчас я вам их, наверное, покажу. Ну, и вот сказать про него нечего, потому что обычное платье в клетку, ничего в нем такого нет. С ним же я примерила вот эту вот курточку джинсовую. Курточка джинсовая сделана такая... У нее есть прокладка, то есть у нее есть какой-то наполнитель. Она не совсем тонкая джинсовая куртка, а, в принципе, имеет какое-то утепление. И внутри подкладка в клетку, и она простеганная. Я рукав немножко подвернула, потому что мне рукав длинный. Напоминает она мне какой-то... Я даже не знаю... Забыла слово, как это называлось. Ну, простеганная такая... Простеганная такая куртка. Из советских доисторических времен. И единственное, что та была не джинсовая. Ну, знаете, может быть, не с этим платьем. Опять же, повторюсь, возможно, проблема в том, что я примеряю вещи, которые друг с другом выглядят довольно уныло. Что это? Куртка, значит, у нее 100% хлопок, естественно. Она не дешевая вообще, то есть довольно дорогая. Но, видимо, потому что у нее есть вот утеплитель внутри, видите. И она такая пухленькая, такая немножко простеганная. Причем именно подкладка. Сверху, видите, под простежки нету. Есть карманы. Вот такой вот воротничок. Не знаю, обычная куртка. Ничего в ней такого особенного нет. Ну, единственная разница, что это не просто джинса, а джинса такая с утеплением. Синий жакет надела тоже с этим платьем. Опять же, наверное, вместе с этим платьем, может быть, с чем-то другим надо было бы его носить. Ну, что вам сказать? Председатель колхоза, заведующий управдомом. Какие у меня еще эпитеты? Я не знаю, что-то профсоюзное, что-то библиотечное. В общем, короче, заведующая сельским клубом. Я не знаю, у меня возникают ассоциации. Я вот сама смотрю на себя ржу. Потому что, ну, вместе это выглядит довольно, знаете, ну, вот как картинка из 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Именно вот определенных... Дам определенной профессии. Не то, что вы подумали, а как раз вот какой-то вот такой вот председатель ЖЭКа, дому управления. Вот что-то такое. У меня какие-то эпитеты возникают. Жакет сделан из 50% шерсти, кстати, у него ткань. Ткань неплохая, полушерстяной. Стоит 150 долларов. Совсем не дешево. Подкладки у него нету. Подкладка только есть вот в рукавах. Сама ткань такая в елочку. Видите ли, он не такой уж и плохой. Просто вот, видимо, с этим платьем. Надо его с чем-то другим носить. Может быть, как-то по-другому обыграть. Наверное, даже я бы смогла. Просто я пыталась примерять эти вещи друг с другом. И как-то вместе все они выглядят, как-то мне не очень понравилось. Вот я попробовала надеть вот этот жакет вельветовый на это платье. Ну, вот видите, немножко лучше. Потому что все-таки вот этот терракотовый цвет, он как-то немножко освежает. Хотя, конечно, я лоханулась с размером. Я даже не знаю, почему я взяла смол. Наверное, я увидела, что он большой мне показался на вешалке. Я подумала, что медиум не будет широкий очень, а вот совсем и нет. Смол мне как бы маловат. Не смертельно, но маловат, конечно. Лучше было бы другой размер. И платье в клетку сделано. Видите, у него 50 с чем-то лен и остальной хлопок. Хороший состав. Размер смол, как я уже сказала. Оно абсолютно мне как раз, вот если захотите, то оно довольно объемное такое. Знаете, немаленькое, широкое платье, платье-рубашка, расцветок, по-моему, других не было. Сигнализация выключилась. Люди орут в соседней примерочной. Вы представляете, все это время удела сигнализация. Дурным, дурным вот таким вот голосом вы слышали в начале. И я все время, что я переодевалась, все время вот это вот было, вот этот вот звук. В какой-то момент я вышла из примерочной и спросила, что происходит. Они сказали, наверное, где-то пожар. Я говорю, может быть, нам стоит выйти из здания. Они сказали, нет, ничего. Ну, в общем, короче, пока я переодевалась, мне не покидала мысль о том, что если вдруг сейчас нам скажут всем бежать на улицу, а я стою в неглиже, так сказать, переодеваюсь в процессе, что мне делать? Хватать сумку и бежать как есть? Или все-таки попытаться одеться? Или лучше остаться целой колышом? Или в одежде, но, извините, в пожаре? Короче, девочки, мои дорогие, что я вам скажу? Коллекция, конечно, такая грустная. Возможно, эти просто вещи, когда они все вместе. Вот я думаю, что если даже вот на это мое платье надеть вот этот жакет. Кстати, самая приличная вещь здесь вот эти вот вельветовые пиджаки. Я имею в виду самая, ну, такая не грустная вещь. И то он из темно-синий, он очень грустный. Я просто взяла кирпичную. Можно здесь вот надеть вот этот жакет на это платье. Тоже это не будет выглядеть так воныло. Я могу попробовать, кстати, сейчас. Сигнализацию выключили, я осмелела. Давай снова переодеваться. Короче, вот смотрите, вот я надела этот жакет на это платье. И вот рукава подкаталась, здесь что-то бортовое внутри. И это все не так грустно и печально. Это просто выглядит как синий жакет. Не такой ужин, прям, сиротский и ужасный. А вполне себе даже неплохой. Вот с этим вот платьем, оно как бы не так уж и плохо выглядит. Просто вот, ну, я примеряла то, что было у них. Я бы все смела, да. То, что было у них, я хотела сделать эту примерку. Я увидела, что есть вот вещи от Инессы. И я подумала, что я сделала примерку именно вещей от Инессы. Там были еще свитерки такие симпатичные, шерстяные. В общем, короче, ну, получилось то, что получилось. Инесса никогда не отличалась разнообразием и цветными веселенькими расцветками. Деточками. Там висит одно платье в цветочек. Тоже очень грустное такое на вид. Ну, в общем, то, что есть. В общем, девушки, такая у нас была сегодня примерка. Надеюсь, что вам понравилось, несмотря на унылость и на сигнализацию. Ну, сигнализацию, да, я прочувствовала. Вы, слава богу, ее не слышали. И надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы получили какое-то удовольствие. Я вас повеселила. А на сегодня все. С вами была Дикой из Канады. Всех любую целую. Пока-пока-бай.